Здрасте, а я тут вот как раз смотрю некоторые секретные материалы по бразильскому джиу-джитсу, которые прислали Андрею Фурсову для анализа. Одну секундочку, я сейчас всё расскажу. Всем привет! Извините, что так по-домашнему. Ну, знаете ли, парикмахеры и бродобреи нас пока не спонсируют, но время от времени нам есть о чём поговорить. А Андрей Фурсов раскрыл истинный тайный смысл и суть бразильского джиу-джитсу. Би-джи-джи. Это один из способов разрушения семьи на самом деле. То, о чём мы давно догадывались, но боялись честно признаться даже сами себе. Это очень интересная и очень страшная вещь. Посмотрите в интернете. Би-джи-джи. Во время удушения тот, кого душит, получает оргазм. Да, да, это так. Я просто случайно узнал человека, который ребёнка своего отвёл туда. Да, да, это так. В одном из интернет-стримов, на которые частенько приглашают Андрея Фурсова в качестве эксперта, уважаемый специалист коснулся темы эмоционального интеллекта. Далее мы будем цитировать видео и вносить какие-то свои комментарии. Есть ещё одна штука. Я не знаю, слышали вы такую вещь. Концепция эмоционального интеллекта. Нет. Это очень интересная и очень страшная вещь. Посмотрите в интернете, наберите эмоциональный интеллект. Концепция такая. Сначала эмоции, потом интеллект, потом чувства. Причём чувства – это то, что связывает тебя с близкими. А эмоции – это то, что ты захотел. Это один из способов разрушения семьи на самом деле. И этот эмоциональный интеллект, он является философией, набирающего сейчас очень сильные обороты нового вида единоборства. Называется бразильское джиу-джитсу. Би-джи-джи. И тут началось самое интересное. Би-джи-джи. Оно не входит в федерацию джиу-джитсу. Оно построено на запрещенных удушающих приёмах джиу-джитсу. Запрещенных. Блин, ну да кем? Значит, это полный контакт. Причём бьются друг с другом мужчины и женщины, мальчики и девочки. Формально это подаётся так, чтобы женщина могла себя защитить от любого мужчины по удушающий приём. Но на самом деле происходит, так сказать, другая вещь. Просто мне несколько материалов прислали, причём даже видео. Значит, во время вот этого, поскольку всё на удушении, так сказать, построено, во время удушения, так сказать, тот, кого душит, получает оргазм во время асфиксии. И люди подсаживаются на это, как на наркотик. Блин, вы серьёзно? Во время удушения, так сказать, тот, кого душит, получает оргазм. И люди подсаживаются на это, как на наркотик. А идеология всего этого, эмоциональный интеллект, это новая вещь, она пришла не из Базилии на самом деле, она называется Би-Джи-Джи, она пришла из Соединенных Штатов, причем до разной страны, скажем, для России это русский человек, который сидит в Лос-Анджелесе, для какой страны другой. Интересно, кто бы это мог быть? Саид, не ты ли это? Вот это разоблачение! И когда оботились в федерацию джиу-джитсу, они сказали, мы вообще не имеем к этому никакого отношения, потому что это все запрещено. Вот-вот она причина невнятного судейства на турнирах по Невазе. Рефери, официальные федерации джиу-джитсу, которые судят официальные соревнования по джиу-джитсу раздел Неваза, проводимые официальной федерацией джиу-джитсу, просто не имеют к этому никакого отношения. Да, все приемы на удушение только. Никаких там вламываний рук, бросков. И за этим целая философия. Ломаем семью, потому что самое главное это сообщество тех, кто занимается биджи-джи. Ну, справедливости ради, и так все давно говорят, что БЖЖ это секта. Бразильская матрица. Даже пирамида в основе логотипов большинства БЖЖ Академии мира не просто так. И есть даже особенно сознательные граждане-мракоборцы, которые в России давно ведут неравный бой против распространения этой вредоносной заразы. И там детям говорят, не важно, что говорят тебе родители, ты должен руководствоваться своими эмоциями. Твой интеллект подключен к эмоциям. Чувства ты должен отключить. То есть, речь идет о противопоставлении эмоций и чувств. Очень интересно, есть ли это в Италии? Нет, я не слышала в Италии. Я не слышал и про Россию, но это уже в России несколько лет. Я просто случайно узнал человека, который ребенка своего отвел туда. Ужас. Это лишний раз говорит о том, что семью ломают по нескольким линиям. Вы сейчас точно о бразильском джиу-джитсу говорите? Да. А вот и нет. Да. Итак, предварительно подытожим. Все построено на удушающих. Приемы запрещены, что подчеркнуто неоднократно. Бросков нет, заломов нет. Только удушение и мультиоргазмы от асфиксии. Ничего не забыл? Все правильно перечислил? Да. Блин, вы серьезно? Давайте еще раз особенно обратим внимание на то, откуда господин Хвирсов черпал информацию по теме. Просто мне несколько материалов прислали, причем даже видео. А, очевидно, это вот эти видео. Но спешу вас разочаровать, это не биджи-джи. И уж точно не бразильское джиу-джитсу. Нет, это не такой же фон, между ногами. Ну, нельзя черпать представление о спорте исключительно из порнофильмов. Равно как и о любви, о дружбе, о системе образования и о корпоративной эндерги. У меня вот один вопрос к господину Андрею Фурсову. Вот при всем уважении после сотен ваших лекций, которые я, кстати, тоже слушал, вы и другие свои темы можете позволить себе убедительно рассказывать, не имея о вопросе ни малейшего представления. Вот как в данном конкретном разоблачении. Уважаемый господин Фурсов. Ранее вы производили впечатление вменяемого лектора. И если это так, то в данном случае вам следует признаться, что вы несколько погорячились с озвученными выводами и гипотезами. Ну, мол, сорян, был неправ, услышал звон и все такое. Я полностью с вами согласна. И подытожим. Если вы хотите видеть и понимать, что такое бразильское джиу-джитсу на самом деле, смотрите наш канал. Только держите руки над крышкой стола. У меня, кстати, еще один вопрос к нашим подписчикам. Извините за нескромность, но сколько примерно, ну, приблизительно, оргазмов вы получаете в среднем за тренировку? Напишите нам в комментариях, а лучше нарисуйте.